Информационные технологии помогают спасти жизнь ульяновцам. Сохранить драгоценные минуты жизни пациента стало возможно благодаря новой информационной системе, внедрённой на городской станции медицинской помощи. В данном медицинском утверждении уже действует такая информационная система, система автоматизированная диспетчеризация скорой помощи. То есть это значит, что диспетчер в онлайн-режиме знает, где какая у него машина находится, когда пришёл вызов, когда этот вызов отработан, когда пациент направлен в больницу. На примере это выглядит так. Приходит вызов из дома 20 на улице Пушкарёва. Его отработали, когда пришёл вызов из соседнего дома. Диспетчер может связаться с только что отработавшей бригадой и послать её в соседний дом. Не высылая новую машину, что позволяет экономить драгоценные минуты. Этот подход уже доказал свою эффективность. Впереди переход всей области в единую систему скорой помощи. Совсем скоро пилотный проект будет запущен в некоторых районах 73-го региона, в каких пока не уточняется. Здесь именно старший врач, он непосредственно консультирует. Вот из-за этой новой техникой мы ещё в процессе, так скажем, постановления. 110 планшетов, с которыми будут выезжать бригады скорой помощи, ещё не подключены в сеть. Однако станция уже эффективно работает. Об этом губернатор Сергей Морозов сказал на совещании, которое состоялось по итогам осмотра медицинского учреждения. Статистика радует. Снизилась смертность, повысилось качество медицинских услуг. По словам Сергея Морозова, это заслуга врачей. Вам удалось сделать очень много. Я уже приводил вам пример на медицинской палате, поэтому ещё раз просто хочу сказать всем, кто не присутствовал на этом заседании, о том, что нам удалось снизить общую смертность. И не на, прошу прощения, не на доли процентов, а почти, так сказать, там больше полтысячи жизней спасти, если прямо вот в человеческих жизнях смотреть. Если продолжить статистику, то смертность от инфарктов снизилась почти на 9%, от туберкулёза на 23%. И это только малая часть от сделанного. Создание единого цифрового контура – одно из направлений реализации национального проекта здравоохранения. Павел Половов, Юрий Конихин. Новости Улл. Правды ТВ.